Здравствуйте! Это глобальная дискуссия на телеканале CBC, передача в которой мы обсуждаем вопросы мировой политики. С вами, как всегда, я, ведущая Анастасия Лаврина. Сегодня в нашей передаче мы подведем итоги успешного развития двухсторонних отношений между Российской Федерацией и Азербайджанской Республики. Гость нашей сегодняшней передачи – российский дипломат, посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Николаевич Бочарников. Михаил Николаевич, здравствуйте! Большое спасибо, что нашли время присоединиться сегодня к нашей передаче. Всегда рад, пожалуйста. Спасибо вам. Михаил Николаевич, первый вопрос. 2019 год ознаменовался рядом глобальных событий мировой политики, но также он затронул и взаимоотношения между Россией и Азербайджаном. Отношения сейчас на самом высшем уровне успешно развиваются, однако это не предел. Оба лидера наших стран отмечают, что имеется огромный потенциал в укреплении двусторонних отношений. Как бы вы охарактеризовали момент отношений на сегодняшний день и что, по-вашему, стало толчком в 2019 году вывода отношений на еще более успешный уровень развития? Вы знаете, оценивая наши отношения, надо, в общем-то, исходить из того понимания, что на сближение государство толкает их интересы. И в нашем случае, я думаю, понятие интереса не должно восприниматься как-то узко, коммерчески, а наоборот, восприниматься очень широко. Это и политический интерес, это экономический, торговый интерес, это гуманитарный интерес, который базируется на наших давних исторических связях, на культурной близости и которые трансформируются в постоянное укрепление дружбы. Давайте вспомним, что в 2008 году в специальной декларации, подписанной нашими президентами, было договорено считать наши отношения стратегическим партнерством. С тех пор уже прошло достаточно много лет, и за весь этот период мы поднимались вверх по ступенькам этого партнерства. Сейчас мы достигли уже достаточно высокой ступени этого партнерства. Так что, я бы характеризовал этот уровень как высокая ступень стратегического партнерства. Что касается 2019 года, то, конечно, в первую очередь стимулом для развития наших отношений, поступательного развития наших отношений, были наши главы государств. Они провели три встречи в 2019 году и, конечно, настроили все ветви государственной власти в обеих странах и все структуры наших обществ на энергичную работу по развитию нашего сотрудничества. Ну, за примерами далеко ходить не надо, в общем-то, в первую очередь речь идет об экономике, вообще-то это самое главное. У нас очень активно работает межправительственная комиссия по экономическому сотрудничеству. И важно не только то, что она намечает какие-то задачи, но то, что уже она и все мы имеем возможность фиксировать уже достигнутые результаты. Видимо, мы дальше будем говорить о конкретных экономических направлениях. Ну, и я бы просто еще заметил, что и в культурном плане, в гуманитарном плане в 2019 году у нас произошло много событий, что, конечно, сильно укрепляет наше взаимопонимание. Господин посол, вот такой момент. Вы отметили, что визиты президента, визит главы государства Азербайджана в Российскую Федерацию три раза состоялся, это немало. Но при этом также хотелось бы узнать ваше мнение касательно визиту первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Ханамалиевой в Российскую Федерацию. Визит прошел на самом высшем уровне. Состоялась даже двусторонняя встреча с Дмитрием Медведевым, с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Была лично вручена награда. По-вашему, о чем это свидетельствует и как это также поспособствует в укреплении и углублении интеграции между нашими странами? Ну, вы действительно правильно отметили важность официального визита Мехрибан Ханамалиевой в Москву. Я бы сказал, что этот визит внес новую радостную струю в общий поток наших отношений. Я говорю радостную, потому что он был ознаменован вручением Мехрибан Ханам российского ордена дружбы. Вручил эту награду лично Владимир Владимирович Путин. Как вы правильно отметили, она встречалась с председателем правительства Викторией Анатольевичем Медведевым, с председателем Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Ивановна Матвиенко. Ну и были проведены все, соблюдены, что ли, все атрибуты официального визита. Но главное, это все-таки не в церемониальной части, а в сущностной части. Это были не просто встречи, это было обсуждение нашего глубокое, детальное обсуждение нашего сотрудничества, его состояния, его перспектив. Это проходило и на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным, и в переговорах с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Вы знаете, уже мы можем говорить, ведь это тоже не обсуждение, а что уже есть первые результаты, которые дал этот визит. Ну, известно, что между нашими странами существует план совместных действий по ключевым направлениям экономического сотрудничества, состоящий из пяти дорожных карт. В результате инициативы Михребан-Ханон добавлена шестая дорожная карта по инновационному развитию и цифровой экономике. Упомянутая межправкомиссия уже дала поручение обеспечить наполнение этой карты конкретным содержанием где-то в первой половине следующего года. Другим направлением, результативным, я бы сказал, назвал наши гуманитарные связи, которым этот визит дал тоже толчок, и такую составляющую этих связей, как молодежные контакты. Вот на это был сделан акцент в ходе визита, и это тоже нашло уже свое продолжение, потому что на 2020 год у нас намечены как минимум два молодежных форума, которые должны состояться поочередно в Азербайджане и в России. Так что вот этот визит, он действительно явился важной вехой, и он был далеко не церемониальным. Да, это действительно так, и вот то, что вы говорите, поддержка молодежи, это важный фактор, который еще более может сыграть в укреплении отношений между нашими странами. Вот то ли мы заговорили про визиты, на мой взгляд, также важно отметить и последний визит в этом году президента Азербайджанской республики в Российскую Федерацию, в Санкт-Петербург. При этом Азербайджан не является членом Еврозес или ОДКБ, но президент Азербайджанской республики получил личное приглашение поучаствовать на этой встрече. Да. По-вашему, говорит ли это о том, что Россия также уделяет большое внимание, еще более тесной интеграции с Азербайджаном, и по-вашему, о чем свидетельствует вот это? Ну, участие уважаемого президента в петербургской встрече проходило в формате неформальной встречи глав государств СНГ, которой предшествовало формальное заседание государства-членов ЕАЭС, он же Еврозес. Это очень о многом говорит. Мы не можем предугадывать и предопределять дальнейшее развитие событий, но мы прекрасно даем себе отчет в том, что со стороны Азербайджана проявляется большой интерес к интеграционным связям с Россией, к взаимодействию на пространстве СНГ. Это известный факт, и это одна из тех скреп, которые мы, на наших двусторонних отношениях, которые мы наблюдаем. Поэтому этот визит в Санкт-Петербург, хотя это была неформальная встреча, позволил, как часто бывает в случае неформальных встреч, поговорить о многих вещах, которые, может быть, в однофициальных встречах и не услышишь. Вполне реально. Да, у них было много тем для разговоров, но... В том числе 75-летие празднования Победы. Вот, я подхожу к этому. В том числе и то, что Владимир Владимирович поделился со своими гостями своим видением причин, вызвавших начало Второй мировой войны. Ну и главное, это, конечно, что мы сейчас о чем задумываемся, это 75-летие Победы, которое ожидает нас. Мы в России очень рады тому, что Азербайджан точно так же, как и мы, оценивает значение Победы, оценивает исторические события той эпохи. Мы здесь стоим плечом к плечу. Я думаю, что мы будем очень рады, если уважаемый Ильхам Гидарович примет приглашение и прибудет на празднование юбилея Победы в Москву в 2020 году. Говоря о последних событиях, так же мне хотелось бы, чтобы вы прокомментировали открытие моста, которое состоялось 24 декабря через реку Самур на границе Азербайджана и России. Моста, который, эксперты утверждают, должен послужить еще более развитию экономической интеграции между нашими странами, также по повышению уровня товарооборота между нашими странами. Поэтому, как вы считаете, с учетом всех глобальных процессов мировой политики, насколько это важно? Во-первых, он важен в региональном плане, потому что объединяет Россию и Азербайджан и показывает, что он стоит на границе между нашими странами и показывает, что наша граница не разъединяет нас, а соединяет нас. Ну и, конечно, он важен в плане того, что это элемент всего транспортно-логистического коридора Север-Юг и как таковой он, в общем-то, крайне важен. Но я бы больше конкретизировал его практическую важность для наших двух сторон. Во-первых, он облегчает пересечение границы для людей. Это, в общем-то, его главная задача, потому что старый мост уже поизносился, и нужен новый надежный мост, по которому можно было спокойно пройти и проехать. Он обеспечит более свободное прохождение транспортных средств через нашу границу. Самое важное то, что он является составной частью комплекса обустраивания пунктов перехода нашей границы в районе реки Самур. Потому что увеличивающийся поток товаров, идущих в том числе и по коридору Север-Юг, требует расширения маршрута, расширения путей, которые можно проходить. Инфраструктура в первую очередь. Поэтому стоит задача обустройства и модернизации пунктов пропуска, открытия новых пунктов пропуска. В этом комплексе также создание новых подъездных путей к пунктам пропуска. Я хочу отметить, что новая автомобильная трасса Баку-Губа, граница России и Азербайджана, которую недавно проинспектировал уважаемый господин президент, является как раз частью этого комплекса. Поскольку она будет подходить прямо к пограничному пункту пересечения. Так что значение его немаленькое. Глобальное, колоссальное значение. Колоссальное. Это не просто мост, это, если хотите, очень важный элемент всего этого. Экономическая интеграция. Экономическая интеграция. Разумеется. Говоря про проект «Север-Юг», мне бы хотелось узнать ваше мнение об этом проекте в целом. Потому что с учетом, к сожалению, существующих антииранских и антироссийских санкций, введенных Западом, при этом проект все-таки реализуется, товары поступают. И наоборот, наши страны стараются как можно больше интегрироваться между собой. Как вы считаете, может ли это каким-то образом отрицательно сказаться на действии проекта, реализации его в дальнейшем? Или же все-таки в дальнейшем это будет иметь успех в интеграции между всеми странами-участниками? Честно говоря, мы строим свое сотрудничество по маршруту или по коридору «Север-Юг» без оглядки на какие-то санкции, кем-то устанавливаемые. У всех стран, находящихся в этом коридоре или которые хотят пользоваться этим коридором, свои собственные национальные интересы, которые они будут осуществлять путем этого коридора. На нем есть еще некоторые сложности. Не все участки до конца завершены. Но практика уже показала, что, скажем, в 2018 году грузопоток по коридору увеличился в 8 раз. А в первый квартал даже 2019 года произошел скачкообразный рост в 2 раза. То есть этот коридор уже работает. И работает очень успешно. Роль Азербайджана, который находится в центре этого коридора, становится, в общем-то, ключевой. Потому что здесь может пересекаться и другой маршрут с востока на запад. Что, в общем-то, и происходит. Ну, известный маршрут «Один поезд, один путь». Он проходит в государство, расположенное на восточном берегу Каспия. Потом по морю грузы пересекают Каспий и приходят в Порт-Алят на азербайджанском берегу. И оттуда дальше следует на запад. Но если мы еще добавим сюда возможность подсоединения железной дороги, проходящей по территории России и того же Транссиба, с выходом на маршрут «Север-Юг», подсоединения к этому маршруту, а потом с прохождением этих товаров на запад, опять же, через азербайджанский хаб, если я могу употребить такое слово, то это еще больше укрепит значение этого маршрута. Вот он будет иметь, действительно, глобальное значение. И положение Азербайджана на пересечении пути. Ну, конечно, Азербайджану это только повезет еще в большей степени. Но хочу сказать, что, насколько я знаю, железные дороги Азербайджана и России уже задумываются над такой возможностью. Будем надеяться, что она осуществится. Если есть возможность, почему бы не реализовать такие перспективы в том числе. Вот говоря о взаимоотношениях стран-участниц проекта «Север-Юг», очень важно также отметить прикаспийское сотрудничество между пятью странами. После подписания конвенции, разумеется, страны, несмотря на все существующие санкции, как вы уже говорили, при этом они продолжают интегрироваться и наращивать свой потенциал. На сегодняшний день, насколько потенциал задействован уже по прикаспийскому сотрудничеству? И на дальнейшее, какие он имеет перспективы? Писание конвенции о правовом статусе Каспийского моря имело несколько совершенно конкретных, так сказать, последствий. В том смысле, что оно урегулировало вопросы суверенитета и прав прибрежных государств на море. Оно исключило возможность появления в акватории вооруженных сил в нерегиональных государств. Оно через конкретный свой текст и через тексты дополнительных соглашений и протоколов регулирует экономическое сотрудничество и вопросы региональной безопасности. Это, так сказать, принципиальное значение. Что касается конкретных вещей, то, ну, в первую очередь, я бы сказал, что, как всегда, страны взялись за экономическое сотрудничество, что правильно. Уже состоялся по инициативе Туркменистана первый Каспийский экономический форум, который в этом году прошел в Туркменбаши. А Россия тоже не хочет отставать. И в 2021 году намеревается принять у себя второй Каспийский экономический форум в Астрахани. То есть, вот эти возможности уже начинают использоваться. Может быть, не все, в том числе юридические вопросы, еще отрегулированы в конвенции, поэтому продолжается работа. Для рассмотрения таких вопросов создана рабочая группа высокого уровня, первое заседание которой прошло тоже в Баку в начале этого года. То есть, и здесь работа продолжается. Ну, давайте, если мы, так сказать, возьмем какие-то конкретные вопросы, касающиеся нашего сотрудничества Россия-Азербайджана, то хотелось бы надеяться, что мы в конечном годика через два выйдем на круизные сообщения, что сильно поможет нашему туристическому обмену. Я думаю, наши народы будут только рады этому. Я думаю, будут счастливы, потому что уже в прошлом году наш приток туристов в Азербайджан составил порядка 900 тысяч. Ну, все заговорили, что скоро, может быть, миллионы достигнем. Но если пойдет круизное сообщение, то это будет, конечно, большой вклад в этот процесс. Почему я говорю, через два года мы надеемся, что в 2021 году уже будет впущено в строй круизное судно Петр Великий, которое сейчас строится в Астрахани. Ну, и надеемся, что оно строится не напрасно, а к этому времени наши страны уже смогут подготовиться. А вот пока мы заговорили также об экономическом и туристическом потенциале развития, какие именно моменты в экономической сфере вы можете подчеркнуть? Вы уже вначале отметили несколько. На что именно страны могут уделять свое внимание в следующем году по экономическому развитию? Вы знаете, я на всякий случай захватил с собой протокол последнего заседания Межправительственной комиссии. Я не буду его читать здесь. Но я взял его, как сказать, на всякий случай, как подспорье. Он перечисляет наши задачи по очень большому кругу направлений. Если говорить о конкретных вещах, во-первых, мы хотим увеличивать товарооборот. Для этого стараемся снимать разные ограничения, что ли, барьеры административные, какие-то логистические, которые мешают товарообороту. Ну, если в прошлом году товарооборот был на уровне 2,5 миллиардов долларов США, ну, окончательных цифр по этому году нет, но мы надеемся, что к 3 миллиардам он уже приблизится. Конечно, это не предел, это не какая-то заоблачная сумма, но уже есть, как говорится, результаты и есть над чем работать. Во-вторых, в наших экономических связях мы вполне учитываем ту задачу, которую ставит перед собой Азербайджан. Постараться отойти от нефтяной зависимости и развивать ненефтяные все секторы экономики. Но в меру наших возможностей мы стараемся способствовать этой задаче, поэтому поставлены цели реализации конкретных проектов и осуществления конкретных направлений в нефтяной сфере. Но если мы говорим о конкретных проектах в будущем году, то мы надеемся, например, что уже будут запущены автомобильные заводы в Гаджигабуле, который осуществляется совместными усилиями компанией Азермаш и российской компанией Группа ГАЗ по выпуску транспортных единиц, скажем так. Речь идет о газелях. Надеемся, что в будущем году уже в более полной форме заработает фармацевтический завод, в первую очередь которого открыли в Перлахинском промышленной зоне. Мы надеемся, что на будущий год заработает сервисный центр по обслуживанию вертолетов, который открывается. Это если говорить о конкретных проектах. Во-первых, у нас давно уже осуществляется кооперация Генжинского автомобильного завода с заводами КАМАЗ и УАЗ, где идет сборка вот этих автомобилей. А если говорить о направлениях, то их очень много. Мы можем говорить о сельскохозяйственном машиностроении, то есть о создании предприятий и передаче технологий и опыта в целом ряде направлений. Вот сельскохозяйственное машиностроение, нефтегазовое машиностроение, судостроение, автомобили я уже упомянул, даже металлургия. По всем этим вопросам, может быть, я что-то упускаю, в тех же протоколах межправительственной комиссии записаны совершенно четкие ориентиры и то, что нам нужно делать. Поэтому, вот если мы говорим об экономике, то вот если очень далеко не заглядывать вперед, хотя бы на 2020 год, то вот набор целей и задач обширный. Обширный. И также хотелось бы узнать ваше мнение о важности сотрудничества, развития сотрудничества не только между Россией и Азербайджаном, но также и важного регионального игрока, как Турция. Потому что Турция и Россия сейчас очень успешно развивают свои двухсторонние взаимоотношения. Турция и Азербайджан — это, условно, братские страны. И, в свою очередь, Азербайджан с Россией, как вы упомянули, очень много планов на будущее. Но при этом, если эти три страны начнут еще более интегрироваться и развивать свое сотрудничество и партнерство, это сделает регион еще более стратегически важным и развитым. Какие вы видите возможности и какой потенциал в укреплении такого тройственного союза? Вы знаете, пока об интеграционных связях в этом тройственном формате разговор нигде на политическом уровне не велся. Поэтому совершенно справедливо вы отметили, что существует хорошее отношение, дружба и сотрудничество между Россией и Азербайджаном, между Россией и Турцией, между Азербайджаном и Турцией. Уже это само по себе оказывает очень благотворное влияние на обстановку в этом районе мира, на экономическое взаимодействие и на развитие этого региона. С учетом тех же транспортных, логистических возможностей турецкие товары идут в Россию, в том числе через Азербайджан, если говорить так сказать просто и конкретно. От этого выигрывают все, включая Азербайджан. Поэтому я думаю, что на данном этапе поддержание вот этих хороших отношений между нашими странами создают ту ткань добрососедства в регионе, которая очень важна и без которой было бы очень трудно жить. Ну и, разумеется, говоря про взаимоотношения между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, невозможно не поговорить об энергетическом партнерстве. Потому что Россия — это глобальная страна, которая имеет глобальные запасы энергоресурсов. При этом Россия старается ввести балансированное направление как на восток, так и на запад. Совсем недавно был запущен проект «Силы Сибири». Это поступление российского газа на китайский рынок. При этом также успешно идет работа по турецкому потоку, который будет направлен уже в противоположную сторону. Ну и Азербайджан, в свою очередь, также заканчивает строительство по южногазовому коридору. То есть сами по себе две страны имеют большой потенциал по энергетическому развитию. А вот именно между собой, каким вы видите потенциал по укреплению в этой сфере? Вы правильно отметили тенденции, которые происходят на энергетическом рынке здесь, в этом районе. Во-первых, я хочу поздравить Азербайджан с запуском проекта «Танап», который уже, так сказать, заработал. Это очень большой успех Азербайджана. Да, последняя часть была запущена. Положился в этот проект и сейчас и может с полным основанием пожинать его плоды. Это часть южного газового коридора, который очень важен для Азербайджана. Ну и Азербайджан, и Россия являются странами газонефтяными. Мы, и та, и другая страна сама добывают углеводороды. Хотя и здесь мы уже сотрудничаем. Как известно, имеется российское участие в разработке нефтяных и газокоденсатных месторождений Азербайджана. Кто знает, может быть и наш газ на каком-то этапе подключится к проекту «Танап». Я бы исключать этого не стал. Так что, если говорить о газе, о нефти и газе. Но ведь энергетическое сотрудничество это шире. Я бы все-таки обратил внимание на важность нашего электроэнергетического сотрудничества. Во-первых, у нас давно уже существует понимание, и мы стараемся, обе стороны стараются работать, на осуществлении параллельной работы наших энергосистем. Возможность обеспечения возможности перетока электричества из одной системы в другую сильно способствует стабильности и безопасности работы энергетики в нашем регионе. Уже эта необходимость этого перетока показывала себя на практике. Узнаете, в конце концов, и имеет право на жизнь и идея добавить к транспортно-логистическому коридору Север-Юг энергетический коридор Север-Юг. Мы можем подумать, помечтать о том, что энергетические системы, электроэнергетические системы России, Азербайджана и Ирана могли бы быть соединены, и что принесло бы несомненный эффект. Я думаю, иранская страна будет точно не против такого возможного сценария. Ну, это, как сказать, я называю сценарий возможный. Мы готовы, и это было отмечено тоже в заседании межправкомиссии, содействовать Азербайджану и сотрудничать с Азербайджаном в деле укрепления или создания новых энергетических мощностей здесь, в Азербайджанской республике. Ну и более того, я даже сам, честно говоря, до некоторой степени был удивлен, когда услышал на заседании межправкомиссии о стремлении наших стран сотрудничать в производстве или в осуществлении проектов по возобновляемым источникам энергии. Оказывается, у нас есть проекты, и мы хотим сотрудничать по солнечным батареям и даже по ветровым электростанциям. Конечно, климатические условия для этого существуют, особенно в Азербайджане, но и у нас страна большая, тоже климатических зон много, так что и солнца, и ветра, видимо, достаточно. Но это уже заложено также, как бы и в наши документы, в частности, в тот документ, на который я все время указываю. Так что я бы сказал вот таким образом. Если мы не будем зацикливаться только на нефти и газе, то есть и другие сферы экономики. В частности, мы всегда и предлагаем наше содействие, наше сотрудничество в развитии мирного атома. Я думаю, что азербайджанские партнеры знают об этом, и этот вопрос, наверное, рассматривается. Михаил Николаевич, говоря о сотрудничестве, также важно упомянуть и конфликт, который существует в регионе, армяно-азербайджанский и Нагорно-Карабахский конфликт. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и при этом вносит свой вклад в скорейшее урегулирование этого конфликта. Однако, также недавняя встреча, которая состоялась в Братиславе между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, к сожалению, многие говорят, что 2019 год не принес больших результатов в процессе урегулирования конфликта. Как, по-вашему, с учетом всех предпосылов, с учетом, я бы сказала, непостоянства с армянской стороны, вы видите потенциал на 2020 год в урегулировании и продвижении этого процесса? Наша роль, она известна, мы осуществляем ее через сопредседательство в Минской группе ОБСЕ. В той же Братиславе, которую вы упомянули в то самое время, проходила министерская встреча ОБСЕ, и там главы делегаций стран сопредседателей Минской группы выступили с заявлением. Главой делегаций с нашей стороны был министр иностранных дел Лавров. Заявление, которое мы разделяем, естественно, и в котором говорится о важности тех усилий, которые предпринимались до сих пор, поддержкой этих усилий, в том числе и встреч, и, может быть, политики мелких шагов, которые могли бы создавать лучшее взаимопонимание на уровне обществ. Мы понимаем, что это еще действительно малые шаги, их было немного. Но вы упомянули встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении в Братиславе, и сопредседатели подчеркнули, в том числе и Россия, что мы рассчитываем на новую встречу министров иностранных дел двух стран в начале 2020 года. И рассчитываем на то, что на этот раз переговоры будут проходить по сущностным вопросам. Это было бы очень важно. И также в этом заявлении выражается надежда, что предстоящая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении может облегчить возможность проведения встречи уже на высшем уровне в таком двустороннем формате. Формат мы сейчас не будем определять, будет ли это с участием стран-сопредседателей или нет. Но такая надежда есть. Поэтому, когда вы говорите, какие перспективы мы видим на будущий год, то я бы сказал вот так, перспективы продолжения переговорного процесса. Потому что все-таки мы стараемся, чтобы не было альтернативы переговорному процессу. Не было эскалации конфликтов в регионе. Михаил Николаевич, и такой вопрос в завершении я бы хотела у вас узнать. Хотя этот вопрос очень важный также. Мы немножко затронули его до этого роль гражданского общества. Совсем недавно в Азербайджане прошел пятый съезд русской общины Азербайджана, на котором вы также приняли участие. И, разумеется, роль молодежи, роль гражданского общества в укреплении интеграции между нашими странами, она еще раз была подчеркнута. Потому что в Азербайджане успешно пропагандируется русский язык, в школах преподается. И поэтому, на ваш взгляд, какова все-таки роль молодого поколения и роль гражданского общества в укреплении интеграции между нашими странами так же и в следующем году? Это роль огромна. Наше гражданское общество в обеих странах крайне заинтересовано в дружбе, взаимопонимании и в тесных отношениях между нами. Потому что мы связаны тысячами нитей. Поэтому я это вижу, работая уже где-то полтора года здесь в Азербайджане, как наши люди тянутся друг к другу, как наша интеллигенция тянется друг к другу таким же образом. Ну и все члены наших двух обществ испытывают такие же чувства. Мы упомянули Русскую общину. Это организация Русская община, которая проводила свой пятый съезд в Баку. Это крупнейшая организация наших соотечественников в Азербайджане. Согласно имеющимся статистическим данным, русских в Азербайджане где-то около 120 тысяч, а представителей других этнических групп, которые родственны народам, проживающим в России, где-то около 400 тысяч. Конечно, организация Русская община – это самая крупная и самая влиятельная организация. И она осуществляет большую работу по обеспечению интересов русскоговорящего населения, по развитию культуры, по поддержанию русского языка. При этом я хочу подчеркнуть, что и данная организация, и все те люди, которых мы считаем своими соотечественниками, они являются гражданами Азербайджанской республики и работают на интересы Азербайджанской республики. Мне было очень приятно услышать слова уважаемого Великама Гидаровича, когда, встречаясь с Азербайджанской диаспорой в Санкт-Петербурге, вы, кстати, говорили о встрече в Санкт-Петербурге. Он сказал, что Русская община – это наши братья, и они участвуют в решении общих задач Азербайджана. Так оно и есть. Я бы сказал, что и азербайджанская диаспора в России, точно так же, являясь гражданами Российской Федерации, участвует в жизни и решении задач РФ. Но и та община, в широком смысле этого слова, и эта община – это наше богатство. Я думаю, что мы должны делать все, чтобы это богатство сохранить и его поддержать. – Разумеется. Спасибо вам большое, Михаил Николаевич, за интересную беседу. Мы, в свою очередь, желаем вам успехов в 2020 году. – Спасибо. Но я, в свою очередь, хочу пожелать всем жителям Азербайджана и самой стране Азербайджанской республики счастья, благополучия и процветания. – Спасибо вам большое. – В новом году. Поздравляю с новым годом. – Спасибо большое. – Спасибо вам. – Ну что ж, я напоминаю, в сегодняшнем выпуске передачи «Глобальная дискуссия» мы подводили итоги в развитии и укреплении двухсторонних отношений между Россией и Азербайджаном. Гость нашей сегодняшней передачи – российский дипломат, посол Российской Федерации в Азербайджанской республике Михаил Николаевич Бочарников. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»